Что такое родинки и когда они появляются? Чем опасна травматизация родинок? Когда и как надо решать вопрос об удалении родинки? Смотрите видео до конца и узнаете ответы на эти вопросы. Дорогие наши подписчики, мы очень стараемся, чтобы наши трансляции приносили вам только пользу. Спасибо за то, что вы нас смотрите и за ваши теплые слова в адрес канала. Для тех, кто впервые с нами познакомился, пожалуйста, нажмите на красную кнопочку подписаться. Смотрите наши ролики и не болейте, мы вас любим и постараемся сделать все, чтобы вы меньше болели. На теле человека с рождения появляются пигментные образования, которые называются родинками и невусами. Что такое родинки и когда они появляются? Родинка – это скопление специальных клеток, синтезирующих меланин. Меланин – это кожный пигмент. Родинки могут образовываться в течение жизни, появляться и пропадать. При рождении родинки присутствуют очень редко. Какие бывают родинки? Эти образования могут быть коричневого, светло-бежевого и совсем черного цвета, иногда красное и с фиолетовым отливом. Различают. Плоский невус, когда участок пигментации не выступает над уровнем кожи. Выпуклый невус, который возвышается и может быть гладким или бугристым. Голубая родинка, названа по цвету пигмента, выступает над кожей. Гигантский невус, когда отмечается большое пятно коричневого или черного цвета. Количество родинок может быть совершенно разным и зависит от того, как кожа накапливает меланин в эпидермисе. Родинки могут появляться после тяжелых заболеваний, частых травм кожи, повышенного количества ультрафиолета, заболеваний эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта. Повысить содержание участков меланина в коже могут различные воспалительные и системные поражения кожи. Хронические интоксикации, обширные участки нарушения эпидермиса после термических воздействий. Обморожение, ожоги. Использование некачественных средств для ухода за кожей. Чем опасна травматизация родинок? Невусы располагаются совершенно в разных местах тела, иногда попадают под постоянное травмирующее воздействие от одежды или украшений. Обычно родинки не приносят никакого дискомфорта, но при частом травмировании могут кровоточить, воспаляться и перерождаться. При травматизации родинок происходит изменение кровоснабжения этих участков кожи, что может привести к прогрессивному росту клеток, а значит формированию онкопроцесса на коже. В случае наличия таких невусов, которые подвергаются постоянному механическому воздействию, например у мужчин на лице и у женщин на шее, необходимо решать вопрос об их удалении. Когда и как надо решать вопрос об удалении родинки? С этим вопросом надо обратиться к дерматологу. Удалять следует при, как мы уже говорили, при частом травмировании невуса. Также стоит об этом задуматься в следующих случаях. При нарушении симметричности пятна, появлении нечеткости по краям, разноцветное вкрапление в центре и по периферии невуса. Быстрое изменение размеров, появление бугристости и неровности, присутствие зуда и шелушения, наличие микротрещин, эрозий, кровоточивость и резкая болезненность. Все перечисленные признаки требуют проведения дерматоскопии и решения вопроса об удалении невуса. Удаление должен проводить врач в условиях малой операционной с соблюдением всех правил профилактики вторичных осложнений и присоединения бактериальной инфекции. Удаленное образование обязательно должно быть направлено на гистологическое исследование. В зависимости от результатов будет решаться вопрос о необходимости дополнительного обследования или проведения расширенного лечения, облучения, химиотерапия. Что делать, если нечаянно содрал родинку? В таком случае стоит продезинфицировать рану и наложить бактерицидный лейкопластырь. Следует проводить ежедневную обработку раны и показаться дерматологу. Как правило, все заканчивается благополучно. Будьте внимательны к себе и своим близким. Если что-то не нравится во внешнем виде родинки, обязательно покажитесь врачу. Ранняя диагностика позволит вылечить даже самые тяжелые болезни.